Песня о том, как наши с вами родители строили светлое будущее, это самое счастливое время. В зале 400 старшеклассников и студентов профессиональных колледжей и училищ нашего района. Яркое повествование о всесоюзном Ленинском коммунистическом союзе молодежи шло на понятном для всех языке стихов и песен. Погружение в историю самой многочисленной советской молодежной организации, от истоков становления через трудные годы Великой Отечественной до небывалого подъема в поствоенный период прилетели как короткий миг. Но остались песни, наполненные энергией и глубоким смыслом. С этим связана вся история нашей страны. С поэтами, песенниками, космонавтами, композиторами, строителями и многими-многими людьми, которые прославили нашу страну. И нашей страной вы все должны гордиться и делать все, чтобы ее границы были на замке. На сцене выступали Щелковский духовой оркестр, сводный хор музыкальной школы, детские и хореографические коллективы, юные спортсмены, воспитанники секции боевого искусства. Недавно перебирала свой архив и нашла свой комсомольский билет, который именно в школе мне и выдали. Все стремились стать космонавтами, все стремились ехать куда-то за какими-то подвигами. Была романтика во всех делах, во всех, ну я не знаю, во всех проявлениях жизни. Очень жаль, что комсомол не сохранился до наших дней. И было бы очень интересно попробовать, как это так, быть участником комсомольцем. Видно, что у детей просыпается патриотизм, желание защищать свою родину. Окунуться в ушедшую эпоху молодым людям помогли экспонаты из Фляновского историко-кривического музея и личной коллекции семьи Васинах, россыпь значков, знамена, почетные грамоты, вымпелы, комсомольские билеты. Членский билет промышленной Ивановской фабрики, хлопчатобумажной, от 1942 года. Все буквально упаковано марками. Даже в Великую Отечественную войну люди вносили членские взносы, чтобы сохранить организацию, чтобы принадлежать партии. Михаил Налетов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».